Слышать, я тут мне высылает с монастыря, там какие-то завещания какого-то за Симы, а я говорю, знаешь, я не смотрел, смотрю по лицу, видно, он завещает больше тела имеет, чтобы благодать вмещалась, ну вот я ему ответил так. Это не является какой-то хулой, что я вот это сказал так. Не знаю, не знаю, вы говорили-то, вы отвечаете за это. Что надо всегда говорить? Ведь отдельно взятая фраза еще не говорит, как она потянет, что было до этого, конкретное лицо, и можно ли было промолчать, и не было бы молчания больше, чем сказано, тут это целая буря идет, если человек понимает это. Почему иное скажет слово, оно у него как печать остается, а другой может часами говорить, и все мимо пролетит, как ветер. Это очень серьезные вопросы задаете. Конкретно надо, что предшествовало этому встретиться, как человек себя ведет. Не просто показать, что я много знаю, или человек плохой. Тут работа. А поэтому у нас привыкли так, что администратор, он только смотрит, что ему там написано. А не так, да расстреляют эту делегацию, и все. А то сколько было. А вот найти общий язык, да в тишине это сделать, как вот, когда читаешь биографию Иоанна Златоуста, это было очень даже непросто. Патриарх под него поднялся, пиопил, там 40 почти епископ попросил, но как это сделать так, чтобы никто не погиб? Так что вопрос на этот... Ну, надо просто знать, о чем отвечать. Не быть арахулом. Игорь Ильич, я просто, вот, говорили, я рассказывал за то, что он живет 20 с чем-то лет у отца Нектарита в Аранском монастыре. Я ему высылаю ролики, я ему говорю, посмотри, люди могут, можно жить в наше время свято, с людьми, которые с преподобным, преподобен больше. Он мне высылает вот это вот. Ну, я ему в ответ куда-то и ответил вот так, что, ну, по внешности, говорю, наверное, он проповедует, чтобы больше тела было, чтобы благодати больше влазило в него. Ну, вот, не знаю, конечно, может, неправильно я сказал, надо было промолчать, но... Надо промолчать было, брат Александр, промолчать. Тут ясно дело, помолиться. И где-то как-то помочь. Надо аккуратнее быть. А не просто, а я такой, у нас был один потеряем какие-то, а я за правду, он ее правду-то не знает. Одно слово только сказал, у него вот такая вот, делает рамы у окна, где соединение, там, палец толкаем, клеем заклеивает там. А кого заклеивает? А батюшка возьми да и скажи. Так он батюшка говорит, я не знал, говорит, как скорее-то уйти, чтобы он не ударил меня. Но он уехал из потеряевки. Просто сказать, семя наше взойдет на страшном суде. От слов своих человек оправдается и осудится. Вот как. Так что дело серьезное это, очень серьезное. Иногда спрашивают, а почему вы решили так ответить? На многие вопросы я не могу ответить на эти вопросы, но я вижу результат. Человек шел на преступление, и он остановился. И остановился, и тут же сразу обратился. А я ему ничего не сказал, только сказал, ты сейчас идешь, товарища у него убили, когда они там грабили, его застрелили. А теперь он является к нему, этот человек-то. Он говорит, да тебя похоронили. Он говорит, ну и что? Он говорит, я с ума схожу, еще делать надо. Я говорю, сейчас давай, Иисусову молитву, и до дома иди, не оборачивайся. Он говорит, за мной следом идет, сейчас я его не вижу, а я здесь как вижу. Не оборачивайся, я стою здесь, он дальше не пройдет. Я молиться буду. Видишь как? Это не просто так. Батюшка полюбил одного прихожанина, а батюшка хороший, и прихожанин хороший. Ну вот они здесь в интернете на меня вышли. А от того хорошего батюшка хочет продвинуть, чтобы он стал батюшкой, тоже священником. Ну а зачем на меня-то выходить-то? Делайте, что-то их тревожит. Я говорю, скажи, тот, который есть, ты женатый? Да, женатый. А жена у тебя ездит на курорты где-то, бывает там, на, ну, какие-то музеи посмотреть куда-то? Ну да. А ты уверен, что она ни с кем не была? Он сразу замолк. Да, была, она сказала. Твоя кандидатура снята навсегда, забудь это, забудь, работай как есть. Даже если ты возьмешь артистку, ее называли позоричная, по-славянски позоричная, она девственница, а ты женился на ней, кандидатура твоя снимается со священства. Если жениться, ты должен, это в Ветхом Завете, брать только девственницу. А если ты уел, она хорошая, все, женился, она не девственница, то тебя уже в священники не поставят. Ну ты счастливый семьянин. Ты вы оба хорошие, можете быть труженики, помощники, миссионеры, но на священную ступень запрет. Вот этот пример придерживается у старобрядцев. Я говорю, а почему его не поставили? У них, говорит, он в юношестве не сохранил себя, крещен был в детстве. Не сохранил, то есть обольстил девицу и бросил. Все, кандидатура зарублена навсегда. Вы меня слышите? Да, 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 слышно. Ну все, вот я не свое говорю, это написано. Я гляжу, он в священник голову опустил, а который сказал, что жена у него неверная, она была уже замужем или что, то все снято. Ну и они по-хорошему не обозлились, ничего, но, да сказать, ну канона, да кто их соблюдает? Так не должны, пусть весь мир не соблюдает, а я должен соблюдать. Вот завтра у нас сочельник рождественский. Да первые звезды не вкушают, вот желательно. А больной? Ну с больного спроса нету. Пост для того, чтобы смирять, а не для того, чтобы умерщвлять. Вот так. Понятно. Я, это вот, которым, отец, как мы говорили, вот я вчера с ним, Геннадий, вот у Асани Гтария живет уже 20 лет, я говорю, ну если он такой святой, ну пускай поможет, чтобы ты курить хоть бросил там или что такое. Вот, не знаю, вот как, то есть как будто бесполезно что-то рассказывать. Ну вы сказали, что действительно он не рожден свыше, поэтому, то есть не призван, будем так. Да, это главное, если он был призван, с ним легко будет разговаривать. Спокойно, сказал, у тебя забота явно, что ты не что-то выгадываешь для плоти, а чтобы в церковь был порядок, чтобы священнику отвечать за каждую овцу. Я вот думаю завтра, завтра, а рождественские-то, проповедь сказать, да проповедей сколько есть, но меня одна сторона трогает, еще не знаю, буду говорить или нет. Как богослужение будет осветленное, народ и так устал. Вот так. Я вот считаю, когда, какие у меня проповеди были, псалом 103, ну по псалмам считает, который вечером. Я даже не обратил внимания, а Вячеслав посмотрел, когда, там, перебирал мои проповеди, говорит, вы сказали на этот псалом 8 проповедей, а потом прошло время, он говорит, 18. Вот так. Господь ложит на сердце. Да, и все разное, они неповторимые. Тем более я начитывал Иоанна Златоуста, а пятый том это толкование псалтири. Чтобы там не брать повторы, я если сошлюсь так вкратце где-то, а конкретно, заяцы там ели где-то, я говорю, а почему нам не сказать береза? Давайте посмотрим, у нас это, какие, Филин живет там. Он, да вид-то, что видел, то и говорил, нам запрещено, что говорить-то? Он говорит, у меня гор нету, и про горы я не поминаю, я живу не в горах, а в горном Алтае-то, да, тут рядом. Он видел всю эту красоту, а я видел красоту березы. Там, говорит, зайцы, зайцы в горах. У нас зайцы в садах прячутся. Вот их называется экстраполяция событий, перенос на сегодняшнее время. И оно сразу ожило. И все по-другому уже на березу смотрят, и на птиц, которые есть. Ну, все, тогда... Да, все, благодарю. Аллилуйя. Так, если вопросов нету, я отхожу.